Приветствую всех, дорогие друзья! Это Любава. Сегодня занимаюсь традисканциями. Вот это перед вами моя традисканция пурпурная. Ещё называют её сеткриазия или пурпурная королева. Абсолютно неприхотливое растение. Можно выращивать её как в открытом грунте летом, так и в горшке круглый год и летом в уличном кашпо. У неё большие удлинённые междоузлия, мощные плотные листья. Растёт она быстро, цветёт летом ярко-розовыми цветами. Вот так быстро отрастает после обрезки, пускают новые побеги. Как и все традисканции, её надо периодически омолаживать. Ценю её за то, что летом она выдерживает самую жестокую жару. Традисканция флюминенсис, триколор. Салатовый, белый и розовый. Вот и в таком ужасном состоянии находится у меня после лета. Междоузлия у неё короткие. Растёт она медленно, цветёт белыми цветами. Очень нежное, привлекательное растение, ампельное. Не знаю, что с ней случилось или надо её умолодить. Может быть, она заболела. Видите, вот так всё посохло. Сейчас я всё это срежу и оставлю её на несколько недель. Посмотрим, что будет отрастать. Очень она мне нравится. Очень я ей довольна была. Растёт она медленно. Не всем нравится, когда традисканции растут очень быстро. Вот так она выглядела. Ещё совсем недавно нашла фотографию. Красивая традисканция. Вообще, все традисканции надо омолаживать периодически. Несмотря на всю свою неприхотливость, они слишком быстро растут. Поэтому всё это надо срезать периодически. Убирать сухие листья. И омолаживать растения. Все мои традисканции летом находятся на свежем воздухе. Во дворе украшают подоконники дома со стороны улицы. Украшают горшечный садик. Также растут в подвесных кашпо. Очень эффектно смотрятся в подвесных кашпо. Очень люблю я традисканции. За их неприхотливость. За их быстрый темп роста. Вот так я почистила флуминенсис. Убрала всё лишнее. Буду надеяться, что с ней всё будет хорошо. Очень её люблю. Такая нежная девочка. Традисканция флуминенсис. Триколор. Вот в этом горшочке конкретно это растение растёт полгода. Вот так наросли уже корни. Это одна из самых любимых моих традисканций. Надеюсь, что с ней будет всё хорошо. Будем наблюдать. Отправляется на зимовку. Далее традисканция зибрина. Я уже показывала вам свою зибрину. Удивительное неприхотливое растение, которое меняет цвет. Летом она становится вот такой красной. Вот изобилие солнца. Неимоверные краски. Переход от зелёного к бордовому. Очень её тоже люблю. Но у неё крупные междоусли. Она быстро растёт. Традисканция белоцветковая. Можно сказать, обычная традисканция. Если бы мне кто-то год назад сказал, что я заведу такое растение, я бы удивилась. Всё лето эта традисканция цветёт мелкими белыми цветочками. Так и называется, видимо, поэтому белоцветковая. Очень хорошо смотрится в подвесном кашпо. Образуя вот такую, немного как бы непричесанную такую шапочку. Весёлую. Также неприхотливая. Выдерживает солнце. Всё лето на улице произрастало. Быстро растёт. Ампельная крона. Вот так смотрится. Вот вроде бы ничего особенного, но что-то в ней есть. Листочки глянцевые. Среднего размера. Летом белые мелкие цветочки её украшают. Украшают эту шапочку кудрявую. Интересненькая. Стригу её регулярно. Она быстро отрастает. Вообще, традисканции, хочу вам сказать, это уникальное растение. Для украшения пространство комнатного, горшечного садика летнего на улице. Очень быстро растут. Неприхотливые. Практически ничем не болеют. Такие, я бы сказала, универсальные растения. Причём видов и сортов традисканции огромное количество. И если задаться целью, можно сделать хорошую большую коллекцию этих растений, абсолютно неприхотливых. Летом все традисканции прекрасно чувствуют себя на улице. Украсят ваш балкон, лоджию, веранду или открытый двор. Я считаю, что они просто созданы для подвесных кашпо. Многие традисканции сейчас выращивают в открытом грунте, как однолетние растения. Коллизия. Один из видов традисканции. Очень мелкие листочки, очень короткие междоузлия. Эта коллизия зелёная растёт очень быстро, создавая плотную-плотную шапку. Без стрижки, без особой коррекции, создаёт такую круглую крону, немного ампельную. Требует обрезки, также омоложения. Всё лето находилась на улице, стояла на самом ярком солнце. Чувствовала себя прекрасно, создавая такую плотную-тугую шапочку, что, проходя мимо, всегда хотелось до неё дотронуться сверху. Коллизия не цветёт, это декоративное растение. Ценится за листочки свои мелкие и за свою крону. Вот такие отрасли плети. Это всё надо, наверное, обрезать. Немного поредело уже на осень. Не такая плотная стала. Но в этом горшке две коллизии посажены. Зелёная и розовая пантера. Розовая пантера побледнела без солнца. Вот стала такая серебристая. И я её, когда увидела первый раз, эту розовую пантеру, мне вот просто крышу снесло. Я в неё влюбилась. Она обалденно смотрится в кашпо. Я вам просто не могу передать. Она на солнце становится ярко-ярко насыщенно-розового цвета. И эти мелкие, мельчайшие листочки, вот просто несколько миллиметров в длину, один к одному, насыщенно-розового цвета, немного серебристого кое-где. Но это неповторимое зрелище. Выращивайте, дорогие друзья, тридисканции, коллизии. Они отблагодарят вас за своё внимание к ним, украсят ваше жилище, ваши открытые балконы, веранды, уличное кашпо. Спасибо, дорогие друзья, вам за просмотр. Заходите ко мне на канал. Всегда рада вас видеть. Спасибо вам за ваши лайки, за ваши комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok